Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем про полив виноградника в момент созревания ягоды. Почему для нас это важно? Правильный водный режим предотвратит треск ягоды. Во всяком случае, может очень сильно его уменьшить. Мы уже разговаривали про поливы и я вам говорила, что, конечно, в идеале это создать нормальный доступ к влаге, к воде, в тот момент, когда ягода наливается. Если в этот момент у нас стояла сушь, то нам надо было поливать. А для тех, кто считает, что виноградная лоза может добыть воду сама, и кто мне очень любит писать, что виноградные корни опускаются на 5-6 и вообще неизвестно, какое количество метров опускаются, но не в наших регионах. В средней полосе глубина залегания корней винограда в зависимости от почв порядка 30-50 сантиметров. Более того, недавно в книге по физиологии винограда мне попались данные, что в районе Северной Болгарии ученые изучали, там вообще основная масса корней чуть ли не на 15 сантиметрах залегает. Вот так. И поэтому, если стоит сухая погода, то особо вот этой самой влаги брать виноградной лозе негде. И может, если бы у нас все время стояла стабильная сухая погода, ничего особо страшного и критичного не было бы. Да, мы бы получили мелкую ягоду, зато она была бы очень концентрированная в плане сахаров, в плане различных минеральных веществ, хотя там тоже есть спорные моменты, но об этом сегодня мы не будем разговаривать. Но, к сожалению, так не бывает. У нас стоит сухая погода, потом идет дождик, лоза добирают свое насос, активно начинают качать воду во все, в листья и в ягоды. И кожица не выдерживает такого резкого давления воды и рвется. И если вы думаете, что может рваться только уже окрашенная ягода, та, которая близка к созреванию, нет. В этом году я видела фотографии, когда выкладывали совершенно зеленая ягода, она тоже трескалась, потому что вот стояла сухо-сухо-сухо, потом уже как линула, так линула, очень щедро. И даже такая зеленая ягода, она порвалась. Ну и зеленая там проще, пока нет сахаров, такие трещинки, они могут зарастать. Когда уже ягода начинает набирать сахар и начинает трещать, приходят гнили, приходят осы, и мы можем потерять очень-очень много урожая. Поэтому полив в наших условиях при сухой, жаркой погоде необходим. Конечно, в идеале было поливать в тот момент, когда ягода наливается. Ну и для кого-то еще не поздно, еще и многие сорта ягоду льют. Кто-то уже начал окрашиваться. Ну, если получилось так, что вы не успевали полить раньше, ну, всякое может быть, не было воды, не было возможности, не было времени, то еще не поздно. Но важно, если мы сейчас польем много, то мы сами можем спровоцировать этот треск. Нам надо поливать часто и по чуть-чуть. То есть для винограда важен не столько сам факт полива, сколько более-менее стабильная влажность почвы. Если у нас почва очень легкая, очень просыхающая, то, конечно, задернение, мульча, они очень сильно помогают удержанию влаги. Но все равно, вот вчера, да, у нас был очень обильный дождь, просто очень-очень обильный. До этого пару дней назад был мелкий дождик, а до этого несколько недель дождя не было вообще. При этом погода стояла очень жарко, больше 30 градусов, на улице трава вообще совсем выгоревшая, то есть понятно, что земля просохла, ну, очень-очень сильно. И, да, в то время мы поливали, тем не менее, даже сейчас мы не останавливаемся. Да, вот прошел дождик вчера, очень обильный, значит, пару дней я могу расслабиться. Но если дальше будет стоять сухая погода, то я буду понемножку поливать. Сколько поливать? Ну, сказать, в каком-то количестве на самом деле достаточно сложно. Вот рассчитать, сколько кусту нужно этой самой воды тоже достаточно сложно. Ну, я поливаю сейчас приблизительно по ведру на куст. Я поливаю со шланга, то есть я там уже не считаю, но так приблизительно, наверное, выходит по ведру, может быть, чуть больше. И, да, у меня на этом участке вот такие поливочно-подкормочные трубы, через них мы кормим, через них поливаем. И вот сейчас, как раз-таки, чтобы избежать перелива и треска, можно поливать не в трубы, а просто поливать вокруг. Вот совсем вокруг, ну, чтобы более-менее поддержать почву в влажном состоянии. Ну, если времени особо не хватает, то есть в зависимости от того, вот сколько у меня этого самого свободного времени есть, если мало, то я шланг закладываю в трубу, ну, и буквально там минутку оно льется, дальше перекладываю в следующую. И сейчас, когда вот такая очень жаркая погода, ну, понятно, сейчас дождик прошел, но вообще я это вот делаю буквально через день. То есть важно поддержать вот эту вот стабильность во влажности. То есть если мы сразу дадим много, это будет плохо. Если мы даем это редко, ну, это лучше, чем ничего, но это тоже не очень хорошо. Конечно, не у каждого есть возможности посвящать много времени винограднику. Но даже если вы приезжаете на выходные, то полейте, например, немножко с утра, немножко с вечера, опять немножко с утра. То есть сейчас очень важно небольшое количество, но достаточно стабильно. Сразу сильный полив может привести к тому, что ягода порвется. И часто вы спрашиваете, какой водой поливать, можно ли поливать водой со скважины. Ну, конечно, можно. Поливайте той водой, которая у вас есть. Все равно, особенно если вы поливаете сверху, почва, она же прогрета, поэтому она вот ту самую водичку несколько согреет. Поэтому ничего страшного и критичного от того, что вы польете холодной водой, не случится. Я поливаю той водой, которая у нас есть. Когда прекратить этот самый полив? Ну, опять же, надо смотреть по погоде. Если мы видим, что у нас уже вот-вот созреет урожай, почти он готов, а при этом прогноз погоды нам говорит, что в ближайшее время будет хорошая солнечная погода без дождей, то тогда, конечно, уже можно не поливать. Если мы видим дожди в ближайшей перспективе, при этом, повторюсь, очень жарко и сухо, то мы понемножечку растения готовим к этому дождю. Бытует определенное мнение, что подкормки и обработки кальцием помогут предотвратить треск. Но если виноград не набрал своей воды, если ему нечем было налить ягоду, а потом вода хлынула с неба, никакие кальциевые подкормки, никакие кальциевые обработки вам не помогут. Потому что это природа, это физиология, и никуда мы от этого не денемся. Я никаких кальциевых обработок и подкормок не провожу. Единственный способ, которым я предотвращаю треск ягоды, это водный режим, это поливы. И сейчас, в момент созревания ягоды, мы можем поливы совмещать с подкормками калием и фосфором. Калий и фосфорные подкормки у нас способствуют созреванию ягоды и способствуют вызреванию виноградной лозы. То есть тут вот эти вещи можно совмещать. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!